Пришло время платить налоги, а именно налог на имущество физлиц. Многие уже получили уведомления. Кто-то удивлен тем цифрам, который в уведомлениях увидел, собственно, как рассчитать налог и почему теперь придется заплатить больше, узнаем сегодня в эфире ЕТВ. Я рада приветствовать нашу гостью сегодня. На мои ваши вопросы отвечают исполняющие обязанности заместитель начальника инспекции по Верховесецкому району ФМС России по Свердловской области Алла Великанова. Алла Дмитриевна, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с главного. Как мне кажется, насколько выросли эти цифры в уведомлениях, которые уже пришли гражданам? Что касается у нас, имущественные налоги – это земельный налог, налог на транспорт и налог на имущество. Имущественный налог рассчитывается, исходя из инвентаризационной стоимости. Это законодательство у нас пока сохраняется, хотя федеральным законом предписано, что до 2020 года все субъекты Российской Федерации должны перейти на расчет налога по кадастровой оценке. Свердловская область еще не перешла? Свердловская область еще не перешла. То есть не перешла в этом году, и за 2017 год тоже мы будем считать по инвентаризационной, потому что закон в конце того года был не принят. И сейчас у законодателей тоже есть только ноябрь, чтобы решить уже за 2018 год, будет это или не будет такой порядок. Инвентаризационная стоимость – это налоговая база, которая направляется нам из регистрирующих органов. Эта налоговая база за основу берется 2014 год, сколько стоили квартиры, попросту говоря, и к ним применяется коэффициент дефлятор. Каждый год этот коэффициент дефлятор растет. То есть, например, за 2015 год было это 1147, на следующий год 1,329, а на 2017 год будет 1,425. Это вот пока мы по инвентаризационной стоимости считаем. Значит, налоговая база – это суммарная инвентаризационная стоимость всех объектов, находящихся на территории города Екатеринбурга. В принципе, вот мы говорим в основном о том, что касается города Екатеринбурга, потому что есть федеральное законодательство, и есть законодательство местное. То есть транспортный налог – это региональный налог. И наши областные власти решают, какие там должны быть льготы. А вот налог на имущество – это только в пределах нашего муниципального образования. Вот, значит, суммарная инвентаризационная стоимость. При этом ставки налога, они прогрессивные. Если человек владеет общим имуществом на сумму до 300 тысяч, у него ставка 0,1%. От 300 до 500 – 0,25. От выше 500 – это 2,5 тысячи плюс 1% суммы, превышающие 500 тысяч. И вот бывают, встречаются такие ситуации. Стоила квартира прошлый год 250 тысяч, ну, условно. Применили… Где-то в области, явно. Ну, судя по вашему примеру, по этой небольшой стоимости просто. Мы говорим про Екатеринбург. По 250 тысяч есть квартиры на рынке сегодня? Инвентаризационная стоимость. А, это не рыночная. Да, это не рыночная. Кадастры, вот когда будут, она будет приближена к рыночной, но там будут совершенно другие ставки и совершенно другие льготы. Почему долго наше, я так понимаю, правительство не принимает этот закон? Хотя, я так думаю, что государство не пострадало, и чтобы налогоплательщиков тоже не ущемить. Вот для этого сейчас там очень много… Хотя, ожидаемо, там будут цифры еще больше. Ну, не знаю, трудно сказать, как это распорядится. Идет большая, я так думаю, работа, и нас запрашивают, анализ большой проходит. Вот, ну, вернемся к этому. 250 тысяч. Да, инвентаризационная стоимость. Применили к ней коэффициент дефлятора 1,325, и получилось, что она уже перешагнула тот порог. И получилось уже… Было 0,1%, стало 0,25. Вот она уже выросла очень значительно. А если вот эти вот ставки, когда уже общая суммарная стоимость больше 500 тысяч, там тоже резко возрастают налоги. Мы сейчас говорим еще раз об имуществе, о земельном и о транспортном налоге. Да, да. Сейчас речь идет о них. Вот если человек владеет несколькими объектами недвижимости, например, то, о чем вы уже сказали, какая-то будет для него отдельная система, повышается ли для него ставка? Ну, конечно, если у него, допустим, квартира, и она имеет инвентаризационную стоимость, и к ней применяется коэффициент, потом все стоимости складываются, которые были в течение года, и уже потом рассчитываются, как я говорю. А если он имеет квартиру и долю в другой квартире? Это все складывается, да. Поэтому и кажется, если по одной квартире, почему у меня вот по этой квартире посчитали ставку 0,25, хотя она у меня стоит меньше, чем 300 тысяч, но у тебя же еще есть там пусть даже одна четвертая другой квартиры, которая в целом дает нам суммарную стоимость больше, чем 300, и переходит в другую шкалу налогообложения. Если мы говорим о льготах, на какие льготы кто может претендовать? Вот до введения вот этого федерального закона у нас пенсионеры полностью освобождались от налога на имущество, независимо от того, сколько они имеют объектов в собственности. То, начиная с 2015 года, каждый пенсионер имеет право на льготу на один объект одного вида. Это значит, один жилой дом, одна квартира, один гараж. Если человек имеет еще что-то другое, то это уже будет облагаться налогом. При этом, как определяется объект, который освобождается от налогообложения? Да, ведь они все на разные суммы. На разные суммы. Законом предусмотрено написание заявления, но если человек не написал и не выбрал сам этот объект, который он хочет льготировать, то налоговая инспекция при расчете освобождает человека от налога, который больше, который меньше остается к уплате. Что касается тех помещений, которые облагаются налогом, я так понимаю, что кроме собственно достроенных каких-то объектов, там квартир, комнат, например, даже ателье, да, ведь тоже сюда идут. А вот недостроенные жилые площадки, да. Незавершенное строительство тоже уже второй год считается объектом налогообложения. А в какой стадии все же оно должно быть? Может, там только фундаменты? Все равно это будет... Дело в том, что как человек зарегистрировал, мы же работаем по данным регистрирующих органов, на какую стадию он зарегистрировал, это будет незавершенное строительство. Но оно все равно относится к жилым, если мы говорим про квартиру, то будут применяться ставки. А если недостроенные, нежилые, то там уже у нас повыше ставочки. Как узнать сумму, если не пришла квитанция? С тех пор, как появились вот эти электронные все виды обращения, в том числе с налоговыми органами, вроде бы это стало довольно удобно для большой части граждан, и активировали эти самые личные кабинеты, но все-таки не до всех дошел прогресс. Ну, если не дошел прогресс, то, конечно, надо прийти в налоговую инспекцию. Потому что ведь всякие бывают нюансы, какие-то человеческие факторы, почтальон не донес, а человек потом все равно пострадает. Независимо от того, получил он, не получил, у нас каждый гражданин обязан платить налоги, от налога его никто не освобождает. Но опять же, у налоговой инспекции есть обязанность уведомления присылать за месяц, и начало уплаты. Если их нет, то это какой-то вызывает повод для беспокойства. Лучше приходить. Для этого, чтобы удобно было гражданам, мы работаем каждый вторник и четверг до восьми, каждую вторую, четвертую, субботу работаем с десяти до трех, а вот 10-11 ноября у нас проводится день открытых дверей. Мы будем работать в пятницу с девяти до восемнадцати, а в субботу с десяти до пятнадцати часов. Речь идет об инспекции в Верхоисецком районе? Речь идет о всех инспекциях нашей страны на территории. Но надо также сказать, может быть, не все налогоплательщики знают, что нужно идти в ту инспекцию, если есть вопросы, что-то там не так посчитали, или, допустим, человек продал автомобиль, а они это не увидели в налоговом уведомлении. Налоговое уведомление у нас сейчас одно на всю страну. И там даже, где бы ни находились ваши объекты, все они должны быть там едином уведомлении. Но если есть недоразумение по каким-то объектам, то нужно обращаться в ту налоговую инспекцию на территории, в которой этот объект расположен. А за налоговым уведомлением идти по месту прописки, если в целом его не получили. Много тех, кто налоги не платит? Достаточно. И это как раз те самые люди, кто потом, как правило, получает счастливую смс-ку из банка, списание со счета по представлению судебных приставов. Первое, конечно, это идет сразу же, включается механизм начисления пени, а потом уже материалы идут для принудительного взыскания в суд и затем в службу судебных приставов. Екбург.тв. Ваши комментарии к нашему эфиру, ваши вопросы вы можете оставлять на сайте. Как рассчитывается транспортный налог? Вопрос, который еще перед началом нашей встречи пришел. Давайте алгоритм еще раз зрителям проясним. Транспортный налог, налоговой базой является мощность автомобиля. По нашему областному закону у нас освобождены от налогообложения транспортным налогом все машины мощностью до 100 лошадиных сил. Далее от 100 до 150 освобождены пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Ну, еще какой-то это распространенная категория. Родители инвалидов освобождены? Родители инвалидов, ну, если, наверное, инвалидов детства только. В зависимости от мощности машины, налоговые ставки. Они у нас установлены, значит, нашим областным законом, начиная с 2013 года и не меняются до 2019 года. Там достаточно большая шкала, и чем выше мощность машины, тем больше ставка. Ну, это, как правило, имеет в виду приобретая автомобиль, да, или, по крайней мере, выбирая, в том числе один из органов. Да, посмотрели. То есть престижные автомобили, с них надо платить достаточно большой налог. Ну, как и все престижное, дорогое, да, стоя денег. Что касается земельного налога, что облагается вот этим налогом? Вот, это кадастровая оценка земельного участка является налоговой базой. Она также нам поступает из регистрирующих органов. И в зависимости от расположения земельного участка. То есть, поэтому определяется уже вот его стоимость и является налоговой базой. Ставки тут применяются. И льготы по земельному налогу. Существует вообще такое заблуждение, что я пенсионер, почему я плачу земельный налог? Я не должен платить. Это немножко не так. У нас освобождается от земельного налога часть кадастровой оценки земельного участка. Если участок находится в садовом товарчестве, то за 2016 год не облагалось 100 тысяч. За 2017 год не будет облагаться 200 тысяч. А под жилыми домами сейчас 400, а со следующего года 800 будет. То есть, если стоит участок 200 тысяч кадастровой оценки, человек-пенсионер, у него 100 тысяч освобождается, а 100 тысяч облагается налогом. При этом, если супруги, каждый имеет по одной-второй земельный участок, то у каждого у них по 100 тысяч не будет облагаться. Для инвалидов еще федеральным законодательством к этому необлагаемому размеру добавляется 10 тысяч. То есть, если инвалид, то он не будет 110 платить тысяч. Ну, таким образом сокращается. Если мы еще с вами в будущее посмотрим, то с чего мы начали, собственно, расчет налога по кадастровой стоимости недвижимости. Ну, забегая вперед, смогут ли граждане оспорить эту кадастровую стоимость? Да, конечно. И могли, и могут. И сейчас оспариваются, например, по земельным участкам. А что касается, например, жителей многоквартирных домов? По жителям многоквартирных домов у нас сейчас налог на землю не предъявляется. Долго этот вопрос муссировался. Освобождены жители многоквартирных домов от налога на землю под их жилым домом. Дмитриевна, давайте сроки еще раз озвучим. Да, пожалуйста. Срок уплаты у нас не позднее 1 декабря. Это мы платим за 2016 год. Поэтому, пожалуйста, кто не успел по какой-то причине получить, обращайтесь в налоговую инспекцию по месту своей прописки. В частности, можно это сделать, как мы слышали, и в выходные 10 ноября ближайшие. И вот и ближайшие выходные тоже. Благодарю вас. Что желают традиционно перед активным периодом сбора налогов? Ну, чтобы как можно больше добросовестных налогоплательщиков, наверное, в этот период сбора до вас дошли. Благодарю. Алла Великанова отвечала на мои ваши вопросы, касаемые налогообложения. Оставайтесь на ЕТВ. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова